Добрый вечер! Мы с вами продолжаем наши занятия по книге Мсилат и Шарим. Мы находимся посередине качества чистоты, чистота помыслов, чистота действий. Мы с вами посередине необыкновенно важные качества, необыкновенно важная составляющая этого качества чистоты, чистоты человеческих качеств. В прошлый раз мы более не менее описали их в общем. Мы говорили о душевных качествах человека вообще, где они находятся. В такой степени требуется чистота этих качеств. Ну повторим только, может быть, в одном предложении, одной мысли, чтобы было у нас ясное и понятное вступление. У человека есть голова. В голове есть разум. Разум он понимает, осознает, что в мире происходит вокруг него. А разум понимает цель, понимает, куда идти. Он хорошо осознает, для чего человек появился в этом мире. Он связан с истиной. С тем, что нужно. С тем, что необходимо. Но у человека есть еще и тело. Тело тоже оно со своими желаниями. Есть хочется. Три раза в день минимум. Спать хочется постоянно. Хотя время от времени, наоборот, такое большое пробуждение. После того, как уже устали от того, что хотели спать. Еще телу много, что хочется. Чего мы тут, естественно, подробно перебирать и перечислять не будем. По идее, телом должен руководить разум. Разум мы не видим. Он спрятан. Что мы видим? Мы видим наше тело. Человек, на первый взгляд, это его тело. И основной мир, в котором человек существует, это мир действия. То есть, то, что тело совершает, действие совершает. Но кто руководит тело? Точнее, кто должен руководить тело? По-видимому, разум. И действительно, человек так устроен, что разум руководит телом. И мы это знаем. И вроде так оно и есть. Разум у нас руководит телом. Все это как в теории. А что на практике? На практике у нас между разумом, который должен нами руководить. И указывать нам ясную, четкую дорогу в жизни. И телом, который должен это выполнять, чтобы жить. Есть, кажется, переходник. Средняя часть. Эта средняя часть, которая находится между разумом и телом, называется медот. Называется человеческие качества. Или, как их мы называем, тут душевные качества человека. Теперь расклад очень простой. Если эти качества не исправлены. Хорошие человеческие душевные качества. Никуда не выпирают. То вот этот проход. Его условно можно найти. Типа такой, знаете, цинор. Канал. Водопроводная труба. Труба. Просто труба. То есть между разумом и телом. Проходник. Без проблем. Разум сказал. Тело. Произвело действие. Тело произвело действие. Но. Как только у нас медот. Человеческие качества. Душевные качества человека. Они не совсем исправны. Начинает чуть-чуть выпирать. Тут чуть гордыня. Тут чуть записть. Тут чуть кого. Тут вакетцор. Начинает они. Они начинают перекрывать канал. А труба. Начинает забиваться. Нет прохода. Нет прохода. И что тогда? Когда у человека нету хороших человеческих качеств. Что получается? Получается. Что голова. Сама по себе. И тело. В принципе. Сама по себе. То есть. Мы все знакомы с этим ощущением. Когда вроде голова хорошо ясно осознает. Но никакой реакции в теле. Ясно и понятно разуму. Что встать надо. Но мы не встаем. Нету такого. Что мы встали. Все. Все. Ничего страшного. Ясно. Четко ясно. Не нажимай. Не надо нажимать на эту кнопку. Смотришь. Почему-то. Уже пальчик нажал. Не съешь. Это уже после того. Как он съел. Столько вещей в мире. У нас есть ясно и понятно. О том. Что разум говорит. Я сейчас пойду. Сяду. И буду готовиться к экзамену. И какой-то голос. Такой эхо. Я сейчас пойду. Никуда не пошли. Никуда не сели. Вообще. До таких экзаменов дело не дошло. В принципе. Еще есть три дня. Мы видим. Что перекрыто. То есть. Между разумом и телом. Есть какой-то. Максон. Там. Барьер какой-то. Что перекрыто. Нету. Там нету. Не сообщаются. Эти два сосуда. Поэтому. Поэтому. Так. Часто. Приходится. Осетовать на нашу жизнь. Как много мечтаний у нас есть. Как много желаний мы хотим осуществить. И ни одно из них не осуществляется. Почему? Потому что у нас там посередине. Между пониманием разума. И осуществлением в мире действия. Кто-то нам мешает. Кто. Кто забил все это. Кто. Кто. Кто забил переходник. Плохие. Душевные. Человеческие качества. А какие. Кто они. Надо срочно. Надо с ними расправиться. После того. Как мы такое разобрали. Хочется моментально. Покончить с ними. Чтобы быть. Хозяином самого себя. Чтобы быть свободным человеком. Чтобы. Я понял. Тут же делаю. Я решил. Тут же выполняю. Что мешает. Наши самые. Плохие враги. Самые. Самые. Те. Которые делают всю жизнь. Несчастную. Которые портят нам все. Все портят. Все. Жизнь. Которая могла бы быть хорошей. Нормальной. Прекрасной. Она превращает. Просто. В невыносимом. Несчастный. Прибитый. Кто же эти враги? Гордыня. Сейчас будем. Они. Это наша тема. Сегодняшнего занятия. Это. Это. Гнев. Это. Зависть. Это. Вожделение. Это. И. Все. Что мы сейчас. Уже с вами. На прошлом занятии. Перечисляли. Все. Эти. Плохие качества. Это. Наши. Самые. Большие. Враги. Самые. Большие. Враги. Не дают нам жить. Не дают нам жить. Что за делать? Давайте. Сейчас войдем в эту тему. Самым подробнейшим образом. И. Начнем разбирать ее постепенно. Сегодня мы с вами разберем. Самого главного врага. Основного и центрального. Основу всего. И. В принципе. Это. Корень. Из чего. Все остальное произрастает. Русский. Его называют таким словом. Который. Я не очень люблю его. Просто. Из-за его ассоциации. С другими. Переводом на русский язык. Его называют тут гордыня. На нашем языке это гаава. По-видимому это высокомерие человека. Если кому-то яснее слово гордыня. То пусть будет гордыня. Кому-то больше высокомерия. Пусть будет высокомерия. Так или иначе. Это что-то что. Сидит там внутри души человека. И. Шепчет ему. Я. Я. И не просто я. Я кто-то. Я что-то. Я. Это не просто так. Это я. Что такое гордыня? Давайте обратимся сразу. К тому что. Говорит нам Рамхаль. И попробуем понять. В начале. Маленькое вступление. В общем. Гордыня заключается в том. Что человек. Предает себе. В первую очередную важность. Ага. Что человек. Махши ва цмо ба цмо. Убалевав. Он оказывается. Он себя ценит. Он чувствует себя человеком. Называется. Значимым. Человеком. Достойным. На уровне. Не просто так. Это человек. Который. Который. Стоит. С ним стоит считаться. Он. По-видимому. В чем-то. Очень. Достойный. Обладает. Очень. Большими. Достоинствами. Может быть. Не все сразу. Разглядели. Но. Там. Внутри человека. Они. Очень. Ясны. Очерчены. Очень. Ясны. Я и такой. Сякой. То есть. Человек. Предает себе. Первоочередную. Важность. И вот. Тут. Сразу же. Посмотрим. В корень. Этого. А. Что-то в этом. Плохого. На первый взгляд. У меня. Так. Творец. Творил. Вы видели. Чтобы. Кто-то. Из нас. Рождался. Без. Ощущения. Своего. Я. Без. Гордыни. Без. Усегомерия. Нет. Все. Как. Один. Мы. Рождены. С. Ощущением. Своего. Я. Более того. Если. Дальше. Увидим. Многие. Плохие. Качества. Человека. Как. То. С. Ними. Бороться. Можно. Как. То. Их. Унять. Примять. А. Эта. Гордыня. Она. Где-то. Все. Время. Будет. Выходить. Куда-то. Выпирать. Будет. Где-то. Где-то. Она. Выйдет. Обязательно. Мужик. Казалось бы. Человек. Не может. Без. Ощущения. Своего. Я. Это. Его. База. Это. Основа. Казалось бы. Так. Творец. Насотворил. Кто приходит. С претензией. Но. Дальше. Мы увидим. Сам. Творец. Пишет. О том. Что. Он. Не. Любит. Мягко говоря. Не. Любит. Людей. Высокомерных. Людей. Гордливых. С ними. Фуя. Нехорошо. С ними. Быть рядом. Тяжело. Просто. Рядом быть. Находиться. Сотворили. Такой. Но. Но. Давайте посмотрим. Что. В корне этого. Что. Плохо. В этом. Что. Плохого. В этом. Человек. Изначально. Сотворен. Чтобы. Придя. В этот мир. Достичь. Цели. Своего. Сотворения. Человека. Сотворили. Для какой-то цели. Для чего-то. Одной. Составляющих. Этого. Это. Осознание. Себя. Как творение. И. Вознесение. Творца. Восхваление. Творца. Видение. О том. Что. Все исходит из него. Развитие в себе. Любви. И страха. Перед ним. Как мы уже разбирали. Тут. В этой книге. Неоднократно. Это. Для этой цели. Он пришел. В этот мир. Для этого. Творец. Его сотворил. И дал ему. Качество. Под названием. Гордыня. Для того. Что он взял ее. И использовал ее. Для самого высокого. И самого необходимого. Что есть. Да. Для. Для сознания. Понимания. О том. Что в мире. В мире. Есть только одна единственная сила. Одна единственная сила. Одинственный творец. И только этому надо. Поклоняться. Этому надо. Это надо воспринимать. И принимать. И этому надо. Возносить. Что человек делает вместо этого. А? Кого он возносит. Себе. Я тут что-то стою. В принципе. Бог. Но я тоже разбираюсь. Иногда. Человек. Прямо так и говорит. Да. Смотрите. Тара говорит так. Но я говорю. У него тоже свое мнение. Говорят мудрецы. Тара и так. Все. Они мудрецы. Я тоже не. Я тоже не. Понимаю. Разбираюсь. Что-то у меня тоже свое мнение. Человек. Он. Видит себя. Может быть. И не Богом самим. Но. По крайней мере. Рядом с ним. Самое удивительное. Что таким. И он и должен быть. Замысел. Творца. Именно в этом состоит. Чтобы. Но как. Чем человек. Будет видеть себя ниже. Тем он окажется. После того. Как. Около Творца повыше. Но. Если он тут. В этом мире. Он будет себя. Возносить повыше. То там. В том. Где ему надо быть. Около Творца повыше. Он оказывается. Где? На самом низу. Все работает. С точностью. Наоборот. Принцип. Как творец. Устроил мир. То есть. Получается. Что то качество. Под названием. Гордыня. Дается человеку. Как испытание. Но в принципе. Это как знаете. Архимедов. Рыча. Посредством него. Да. Это. Мы. Можем. Подняться наверх. Чем себя. Меньше. Принизим. Чем себя. Больше. Принизим. Тем больше. Мы. Окажемся. Наверху. И ближе. Творцем. Но. Человеку. Не терпится. И в этом. Первородный грех. И в этом. Прообраз всех грехов. В этом мире. Ему не терпится. Он хочет все сразу. А? Жена хочет. И мужа исправить. Сразу. Мир хотим. На Ближнем Востоке. Сейчас. Шоколадку. На. Сейчас. Не завтра. Не хочу. Все. Четко. Хочу сейчас. Нет времени ждать. Поэтому он и хочет. Быть Богом. Когда? Сейчас. Я буду ждать. Пока. Я буду. Я буду. Я хочу быть уже. Кем-то. Чем-то. Я уже тут. В этом мире. Хочу быть. Сейчас. А. Нет. Это. Конкуренция. Она. Вещь. Полезная. И двигает. Прогресс. Но. Только. Не в одном месте. Мы не конкурируем с Творцом. В самом основном. В ощущении. Самого Творца. И. Человека. Тут нет конкуренции. Человек должен знать. Где он. И что он. И как-то. Занять свое место. Поэтому. Уже по сути своей. А. Гава. Высокомерие. Гордыня человека. Это. Одно из самых порицательных. Качеств. Которые есть в человеке. После того. Как мы поняли. О том. Что. Если человек сильно дойдет. Иди знай. Богом захочется. Уже легче понять. Почему. Когда мудрецы. Разбираются. Человеческие качества. Они выделяют. Понятие. Гава. Высокомерие. Как корень. Практически. Корень всего. Говорит. Рабис Хромий Салан. Что есть два корня. Есть Тавава и Гава. Есть вожделение человека. То есть. Все. Что связано с телом. Плохое. Что есть. Корень этого. Называется Тава. Это. В принципе. Жизненная сила. Которая. Она сама. Всего положительная. Только человек. Использует ее. Для зла. И есть Гава. Это уже. Часть духовная. Она тоже положительная. Она тоже. Дано человеку. Для положительной цели. Только. Снова человек приходит. И ее использует. Для себя. Использует. Как отдельно. От Творца. Как будто. Тот факт. Что есть у человека Гава. Это же ведь самый. То, что сейчас мы говорим. Это вещь фундаментальная. В понимании первородного греха. Человек увидел себя. Как отдельно от Творца. Как отдельную личность. Как отдельное. Существование. Как будто. Я сам по себе. Я кто-то. Я отдельный остров. Я отдельное государство. Сам по себе. Это Гава. Гава вещь очень-очень-очень высокая. Творец дал ее для хорошей цели человека. Раз. Использовал снова ее для себя. Из этой Гавы исходит практически все. Есть мнение мудрецов. Даже что и Таова. То есть вожделение человека. Даже самое такое простое. Съел что-нибудь. Она тоже по той причине. Что там внутри. В голове. А Гава. А высокомерие. Гордыня позволяет это. Такому человеку. Как я полагается. Шоколадка. Что? Я могу есть. Я человек очень достойный. Я могу есть. Как я хочу. Да. То есть он будет есть руками. И сразу так сказать. Знаете. Есть такие которые. В рот. Как пеликаны. И при этом построит теорию. Почему ему можно. При этом все нормально. Ему это можно. Тоже исходит откуда из качества Гава. То. Значит. Качество это нехорошее. Оно порицаемое. Нужно от него подальше. Только прежде чем поймем. Как от него подальше. Давайте посмотрим. Еще больше определения. Определения. Что это означает. Снова возвращаемся к тексту. Говорит Рамхаль так. В общем. Гордыня заключается в том. Что человек придает себе. Первоочередную важность. Видите. Они тут в скобках поставили. Это как бы. Это не дословный перевод. О том. Что он видит себя сам по себе. В отдельности от Творца. У него даже есть. Первоочередная важность. И кажется ему. Что он достоин восхваления. Кажется ему. Что он достоин восхваления. То есть. Все должны. В принципе. Им. Как бы. Восхищаться. Однако. Поводы к этому различны. И многочисленны. Обратите внимание. Тут тоже очень важный намек. Очень важный намек. Который делает нам Румха. Он говорит о том. Что. Гава. Гава. Вот это качество высокомерия. Оно должно. На что-то одеваться. За что-то зацепиться. Оно. Конечно же. Существует у нас сама по себе. Но надо ей за что-то. На что-то опереться. На что. У каждого из нас. Есть какой-то. То ли талант. Ну что-то. Что нету в других. На это он и опирается. И тогда. Вот сейчас. Посмотрим. Что говорит Амрам Хааль. Однако. Поводы к этому различны. Многочисленны. Ведь есть люди. Считающие себя наделенные разумом. Больше других. Есть люди. Которые с рождения. Они. Очень. Способные. Они один раз прочтут. Запомнили. Один раз услышали. Им не надо снова сидеть. И что-то учить. Они все уже знают. Человек способный. Наделен разум. Теперь у него внутри. Иди, знай. Теперь на счет. Тут же начнет у всех остальных смотреть сверху вниз. Он умный. А все остальные глупцы. Есть такие. Есть, которые может не умные. Но они красивые. Иногда человек подойдет к зеркалу. Особенно если он помоложе. Начнет тебя рассматривать. Но я не говорю. 14-15-16 лет. Это надо. Просто от зеркала нельзя оторваться. Человек смотрит. Смотрит. Да. Девушка там. И так смотрит. И так смотрит. И так смотрит. Так смотрит. Как угодно смотрит. Парень в основном свои прыщи и бицепсы рассматривает. И тоже красивый. Нормально. Он проверяет. Если пацан раз уже. Каждый раз проверяет. Если у него там уже там он выглядит как мужчина. Или не выглядит. Красив. Красив. Поэтому и гордость. Такое внутреннее ощущение такое. Что он красивый. А есть которые считают себя почтенными. То есть. Почтенный. Что такое почтенный? Нехбад. То есть. Человек очень уважаемый. Очень уважаемый. То есть. Все должны. Он зашел. И все должны встать. То есть. Он зашел. Если уже не встали. То обратите внимание. Что он зашел. Человек. И. Кто еще есть? Великий. Человек. Большой. Что это означает? Что такое великий человек? Что такое? То есть. Есть достойный. Но он может при этом быть и дворник. Или. Не в обиду дворникам. Или не в обиду этим людям. Я не знаю. Как из них. Но есть. Которые считают себя великими. Да. Великий человек. Зашел. Я не Наполеон. Но я приблизительно. Я добился. Я что-то знаю. Есть один. Который. Я знаю. Равштейн. Он даже зашел. Один летчик. И сразу сказал. Я летчик. Что Равштейн сказал. А. Балагуле. Этот. Как его. Извозчик в небе. Он сразу вдруг понял. О чем речь идет. Как-то сразу все стало на свои места. Но изначально. Я летчик. Не просто. Боевой элит. Просто. Великий. Футболист. Иногда люди. Которые приходят. Говорят. Я такой-то. И смотрят. Теперь. Вся проблема. Что эти. Религиозные. Они не смотрят. Телевизоры. Остальные. Трестанты информации. Ихняя фамилия. По-видимому. Она. Мелькает. И все должны знать. Они говорят. Я однажды ездил в самолете. У меня кто-то сидел. И он представился. Я совершенно не знал. С кем я имею дело. Этот человек был просто. Никто после этого смотрит на него. Да. То есть. Это не. Я не уважительно к нему отместя. Он был великий. А я не знал. Теперь. А есть кто считает себя мудрыми? Кто такой мудрый? Мудрый это человек. Который обладает многочисленными знаниями. Человек, который уже такой, знаете. Умудренный опытом жизни. Может совет дать. Если не спросить. Он может уже направо и налево рассказать. Как нужно. Так. Как вся. Все, что мы перечислили. Общая основа такова. Как только человек подумает, что есть у него какое-либо достоинство. Относящееся к этому миру. Он тут же подвергается опасности скатиться в пропасть гордыни. Вау. Гордыня, она на какое-то качество. То ли, как мы перечислили. То ли красоты. То ли разума. То ли мудрости. То ли величия. Почтенности. Она на это надевается. И на этом скотчет. И тогда человек, кто чувствует себя. Один человек чувствует самым красивым. Все остальные просто уродины. Другой умнее. Четвертый сильнее. Это как бы причина гавы. Гава в иском мире. Оно что-то опирается. Оно что-то опирается. Но после того, как человек решит в своем сердце, что он важен и достоин восхвалений. Следствие этой мысли. Следствие этой мысли. Не будет единственным. Человек думает о том, что ну хорошо, я такой, необыкновенный. Ну и что, как результат? Результат не один. Их много. Множество различных следствий выйдет отсюда. И даже как будто противоречащих друг другу. Хотя и происходящие с одной причиной. И теперь, сейчас мы займем чуть-чуть времени разбором. Несколько прототипов, которые приводят нам Рамхаль. Один за другим. И мы просто прочтем этот текст. И поймем. И не знаю, может и поищем среди этих прототипов у нас самих. Где мы находимся. Хотя я должен заметить о том, что в наше время. В наше время. Вот это качество высокомерия. Оно как-то поутихло. Вообще люди как-то поутихли. Поутихли. Не так это сильно проявляется. Сейчас мы прочтем. И вполне возможно, что вы не встречали таких людей перед собой. В явной форме. Но кто постарше, еще встречал. Еще встречал. И вообще это больше наблюдается. Это качество проявляется, когда человек постарше. Хотя и когда помладше. Что вы знали. Оно все вертится вокруг этого. Маленький ребенок плачет. Ему тут не додали. Вы тут не обидели. Обида. Причина обиды. Тоже высокомерие человек. Человек разозлился. Тоже высокомерие человек. Когда она 13, 14, 15 лет, готова убить другого. Один подошел к другому. И потом, а ты против, тот же ему раз по морде. И не знаешь, что кинжалом. Почему? Гордость. Задел гордость. Или там что-то сказал плохое про мою маму. Или еще что-нибудь. Или за родину что-то не то сказал. Или национально задел. Убью. Что срабатывает? Ему не важно ни родина, ни национальность, ни мама. А что ему важность? Я показал. То есть, все это есть. Но когда человек взрослеет, это в большей форме, в такой, которую сейчас мы будем перенесать, оно проявляется. Итак, что там есть? Есть разные типы гордецов. Говорит Рамхаль так. Найдется гордец, который подумает, что поскольку он достоин восхвалений, что он особенный и отмечен добродетелями, то ему следует и вести себя по-особенному. С великим достоинством. То есть, это должно как-то проявиться. Его не можем просто так ходить, как все, сидеть, как все, и лежать, как все. Он особенный. Он же другой. Поэтому это проявится при ходьбе, сидя, стоя, говоря, и во всем прочих действиях. То есть, ходить он будет только с великостепенностью. Я не знаю, вы видели. Я лично видел людей, которые ходят степенно. Что значит степенно? Они, знаете, так ходят очень размеренно. Очень размеренно. Очень, знаете, такие шаги делают. Уверенные. И, как тут сказано, приставляя большой палец ноги к пятке. Походка особенная. Ну, кто не видел, не видел. Кто видел, знает, о чем речь идет. Теперь, когда они сидят? Сидеть только откинувшись. Я не знаю, если я смогу продемонстрировать. Я попробую. Они так не сидят. Есть, которые и так сидят. Это другой типаж. А этот сидит так. Они сидят вот так. Они смотрят сверху вниз. У них плечи расширены. У них поднятые плечи. Смотрят на всех сверху вниз. Это есть такое понятие сфатагуф. Русский. Это язык тела. И там это очень хорошо проявляется во всем, так сказать, где. Как грудь выпирает. Как плечи стоят. Как руки движутся. Человек всем своим видом показывает о том, что он кто-то, что-то. Он выше других людей. Сидеть только откинувшись. Подниматься только очень медленно. Знаете, есть человеки, если важные люди, они медленно поднимаются. И поднимаются медленно. Словно змея, поднимающаяся переднюю часть туловища. То есть, она сначала голова поднимается, потом это поднимается. Будем говорить. Будет говорить, не скажем, человеком. Мы это бы встречали. Особенно есть Алим Хадашим, которые на базар пришли. Там сидят очень важные люди на базаре. И они видят, что они еще денег особых нет. Или у кого-то денег нет. Они с ним вообще не разговаривают. Там человек к ним обращаетесь, а он вообще делает вид, что вас не знает. Или еще какой-то пакин. Да, то есть, в банке сидите. Или еще где-то в таком месте, в таком. Иногда они сидят важные люди. И вы со своими какими-то мелкими делами к ним суетесь. Так как вы иногда с мелкими делами, то они вообще на вас внимания не обращают. Иногда вы встречаетесь с человеком, он с вами вообще не разговаривает. Не потому, что он молчаливый И ему нечего сказать Он не молчаливый Ему есть что сказать Но не вам Потому что кто вы такой Вы все равно ничего не понимаете Вы не в курсе А будут говорить только с уважаемыми людьми Но и с ними короткими фразами Как оракул Только чтобы было ясно Кто он и что он Только показать Чтобы оценили ему И в остальных действиях и движениях То есть в делах Еде и питье В одевании И вообще во всем Будет совершать все с величайшим трудом Как будто вся его плоть свинец А его кости камень или песок То есть он КВ Тяжелый, тяжелый Я слышал Недавно, что это слово Стало частью русского языка Тяжелый Имеется ввиду богатый То есть человек нагруженный богатством Тяжелый И они эти тяжелые Обратили внимание Они вот так и ходят Очень так Очень медленно Такое Ну это один тип Это явный Такой экспрессивно выраженный Тип гордеца Его видно сразу Самое странное Что из-за того Что его сразу видно То во всем мире Почитает его Только один человек Он сам А все остальные Так как это очень неприятно Находиться в таком обществе Его никто не почитает Хотя он считает Что видите Он Достоин восхваления Но Его хвалит один Он сам А все остальные Просто может быть Там еще как-то Не показывают Видно Грозный Силый Понятно Ну это один тип Найдется еще гордец Который Настолько Я извиняюсь Я перескочил И найдется гордец Который посчитает Что поскольку Он достойен Восхвалений И обладает Многими достоинствами Он должен внушать Страх Если он человек достойный Все должны бояться При этом внушает Страх так Чтобы все Дрожали перед ним Чтобы все Дрожали перед ним Ведь не пристало ему Чтобы люди Дерзнули Говорить с ним И чего-либо Простить у него А если осмелится Приблизиться к нему То он отвечает Жестко Приведет их В смятение Своим голосом И дыханием Уст Лишит дар и речи Лицо его Зло Постоянно Лицо его Зло Постоянно В любое время Злой такой Не встречали Вы с ним обращаетесь Он сразу Как на высоких тонах Ты что вообще Ко мне говоришь Кто ты такой Что тебе надо Вообще непонятно Что Что вы хотите от него Я тебе ничего не говорю Что ты Какое право Ты вообще имеешь Открыть рот И обратиться ко мне Они раздражаются По любому поводу Часто мы их Находим в семье Есть много Таких мужей Жена Как что-то попросит Сразу Разорвется Что она не понимает Что я важным делом Заня У него важное Мужское дело Он проверяет Свой имейл И он только Сконцентрировался Понять Что ему написали Наконец-то Получил Один А тут жена Какими-то Своими проблемами Снова Не купил Купил Не докупил Закупил Не мешает Криши Жена не может Подойти к мужу С проблемами Почему Это его сердить Это его Почему Он важный Как правило Эти мужья Несчастные Потому что Они не получают Эту важность В глазах Своей жены Поэтому они добиваются Этой сил Жутко раздражает Любовь Дети раздражают Жена На работе реже Потому что Там хочет Все-таки Выглядеть Достойно А там Подиро Сердис Понимаешь А с женой Что угодно Можно С мамой На месте Вообще Как откроет Рот Все скажет Их не трогай Они Все время Ходят Злым лицом Таким Все время Отвечают Жестоко Это другой тип Но корень Тот же Та же самая Гордость Есть еще И другой Гордец Который Решит Что он Настолько Велик Настолько Достоин Что Достоинство Уже Неотделимо От него И Настолько Он Уже Что Он В нем И не Нуждается Ему Он Уже Прошел Все стадии Уже Зарекомендовал Зарекомендовал Ему Уже Не надо Себя Показать Он Уже И так Чувствует Себя Человеком Достойным И мне Показывать Это Другим Не Надо Я Не буду Ходить Себе С важным Видом Я Не буду Отвечать Всем Злобным Своими Своими Речами А там Внутри А чтобы Показать Это Буду Вести Себя Подобно Самому Скромному Но При этом Бе всякой Меры Демонстрировала Великую Свою Униженность Бесконечное Смирение Валите Все На Меня Я Все Вытерплю Это Человек Скромный Стан Ну Как все Анекдоты Которые Уже Есть Так Много Где Человек Он Вначале Вахвальствует О том Я Так Я Ся Ко Ему Как-то Укажет На это Все-таки Смотри Все-таки Не скромно Может быть Это Признак Какой-то Гордыни Он говорит Да Вы знаете Действительно Есть о чем Поговорить Есть о чем Подумать Возвращаясь Через Определенное Время И Теперь он Молчит Говорит Ну Я уже Стал скромным Я стал Скромным И В этом Типаже Он хочет Все время Продемонстрировать Что он Скромный Он тут же Всегда Подойдет На Последнее Место Он никогда Не вперед Я же не буду В первые ряды Гордецов Ломиться Я человек Не гордый Я пойду Я не приму Это Я не подам Я не Зайдет в дом Есть будете Вы попьете Не Не Что Ну Это уже Другой От причины Это уже Не от гордости Естественно Это идет От привычек Которые у нас есть Мы привезли Мы привезли их С собой Мы же не пришли Поесть Но хотя Если нас Сосадят за стол То Невозможно Что Мы сидим Не только что Нам подали Но и добавку Еще попросим Но если просто Так предложить То откажемся Культурные люди Мы же не пришли Поесть Но Участие Это по причине Какое Причине Под названием Гава Чуть Чуть Какое Высокомерие Это уже На такое Внутренное Показное Внутренное Показное Человек Демонстрирует Великую Свою Униженность Бесконечное Смирение Готов Принять Любое Мнение Но только Чтобы все Увидели Это Он готов Согласиться Но только Чтобы это Знали Что он Согласился А сердце Его между тем Возносится В груди Говоря Я так Возвышен Ай 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 И почет Мой Стой Велик Какой Я хороший Человек Какой Я хороший Человек Посмотрите Бабушку Перевел На другую Лицину Поднес Ей Какую Кошелку И то Сделал Я Не гордец Я могу Даже Убраться Другим Человеком Я могу Подмести Я Все Сделаю Поднесу Но Там Внутри Ай 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 Там Все Просто Распирает Сердце Распирает Грудь Такую Знаете Уже Прям Грудная Клетка Расходится Какой Я Какой Я хороший Какой Я Я Я Я Я Так Возвышенный Почет Мой Столь Велик Что Я Уже Не Нуждаюся В нем Мне Осталось Только Отказаться От него Так Как Много Его У Меня Ай Все Там Все Распирает И при этом Он Пока Как я Нормально Хорошо Такой Человек Он Пойдет Давать Какую-то Какую-то Речь Или Урок Давать Он После Этого Обязательно Должен Подойти Кому-то Я Я Что Он Жет Чтобы Он Его Что Сказал Меньше Было Восхитительно То есть Меньше Восхитительно Это было Я был Просто Порошон Все Что Ты Сказал Я На месте Упал Ты Мне Открыл Просто Ты Мне Просто Открыл Новый Свет Что Я Без Тебя Делал Представьте Что Вы Это Ему Не Скажете Он Выйдет Оттуда Просто Прибитый Вы Его Прибили Незаправно Что Вы Похвалили Только Вы Пробуйте Сказать Ему Нормально Все Было Что Значит Нормально Что Значит Нормально Он Если Он Уже Идет Говорит Да Если Он Уже Идет Он Вошел Зашел На Трибуну То Шекет Все Молчат Никто Не Должен Говорить Теперь Я Наконец Говорю Не Просто Так Это Все Относится К Качеству Гордости Но Эта Гордость Какая Это Показная Когда Человек Он Хочет Показать Это То есть Что Мы Видим Это Уже Третий Типаж Снова Напомним Первый Это Который Вообще Во всех Деяниях Своих В каждом Движении Он Показывает Свою Горделивость Второе Гордолиза Выходит В том Что Он Всех Гавкает И На Всех Рычит Третий Это Он Скромный Самый Скромный Но Надо Обязательно Чтобы Все Это Видели Попробую Только Это Не Заметь Четвертый Тип Который Есть Найдет Еще Гордец Который Мечтает Настолько Отличить И Отметить Себя Великими Достоинствами И Избрать Свой Особый Единственный Путь В этом Что Мало Ему Всех Восхвалений Что Есть В мире За Добродетели Которые Он Себе Придумал Он Хочет Чтобы Ему Прибавили Восхвалений Еще И За То Что Он Скромнейший И скромных Ну Мы Перескочили Видите Мы Тут Оказывается Это Выделено В отдельный Типаж Это Тот Пример Который Мы Привели Ему Все Похвалы Какой Ты Умный Какой Ты Красивый Какой Ты Сильный Какой Ты Мудрый Это Ему Все Уже Не Хватает Это Уже Приелось Он Уже Не На Том Уровне Ему Нужно Самое Основное То Самое Похвалы Которое В той Точке Где Не Хватает Больше Всего Хочется Что Ему Больше Всего Хочется Ему Хочется Показать Всем Какой Он Смиренный Скромный Какой Невысокомерный За Это Ему Хочется Чтобы Хвалил Он Хочет Чтобы Ему Прибавили Восхваление Еще Из-за То Что Он Скромнейший И Скромных Таким Образом Он Горд Своей Скромностью И Хочет Почета За То Что Делает Вид Будто Его Избегает Это Надо Прочесть Еще Один Раз Таким Образом Он Горд Своей Скромностью То Есть Он Горд За То Что Он Не Горд То Есть Он Гордится Тем Что Он Не Горд Он Хороший Человек Только Хорошего Своей Жизни Он Самый Скромный И Хочет Подчета За То Что Делает Вид Будто Его Избегает Такой Поставить Себя Ниже Тех Кто Намного Меньше Его И Ниже Презираемых В народе Так Как Думает Что Этим Он Показывает Свою Абсолютную Скромность Ну В наше Время Мы уже Говорили Нет Разделения На Глупцов И Мудрецов Понятие Либерализма Демократии Всех Смешал Сейчас Все Одинаковые Нельзя Нету Такой Поэтому Если Раньше Всегда Были Какие-то Разделения На Кто-то Там Внизу Изначально Кто-то Наверху Есть Подопроводчики Сейчас Всех Перемешали В одну Кучу И В принципе Когда Спрашивают Мнение Людей То Их В одну Шеренгу Ставят И Дают Одинаковый Приблизительно Уровень Мнение Ваше Интересно Ваше Мнение Такое Тоже Интересно Один Сказал Второй Сказал Разницы Особенно Нету Потому Что Вообще В мире Разницы Никакой Нету Смысла Нет ни в чем Поэтому Тяжело Нам Привести Пример Чтобы Показать Куда Ниже Себя Человек Может Загнать Но Давайте Предположим Есть Такие Люди Которые Считаются Внизу Структуры Я знаю Социальный Случай Люди Неудачники Бедные Ну Кто Это Может Быть В теории Бедный Бедный Больной И Неумный Предположим Собрать Все Что Он Захочет Показать Себя Что Он Еще Ниже Этого И Тем Самым Хочет Чтобы Его Теперь Похвалили О том Что Он Даже Ниже Таких Людей Даже Ниже Таких Людей Прямо Под 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 Он Не Захочет Никаких Титулов И Званий Откажется От Любых Знаков Величия Кстати говоря Сколько Заметим О том Что Признак Наших Мудрецов И Истинных Людей Истинно Скромных И Негорделивых Это Оно Вроде Похоже Но Только Только Это Открыто Перед Творцом Только Творец Знает Что Тут Дальше Написано Он Действительно Избегает Титулов И Званий Отказывается От Любых Знак Величия Сказывает Однажды Один из Величайших Еврейских Мудрецов Рабяки В Игр И Тоже Один из Величайших Рабаним Они Приехали В одно Из Городов Польши И По тем Временам На Телеге Они Приехали Туда По Обычиям Принятым У Евреев Когда Какие-то Большие Мудрецы Приезжают Город То Практически Все Выходят Их Встретить И Огромная Толпа Евреев Вышла Встретить Двух Величайших Мудрецов Еврейского Народа И Когда Приблизилась Телега То Все Настолько Были Что Они Выпрягли Лошадей Сами Запряглись В эту Телегу И Потащили Эту Телегу На Ком-то Этапе Кто-то Обращается Говорит А где Рабаним А где Равин Там В телеге Никто Не Сидит Они Не Заметили О том Что Что Они Сделали Они Спустились Из Телеги Тоже Стали Тянуть Вместе Со Всем Они Не Хотели Этой Почести Не Хотели Этого Всего Им Это Не Нужно Но Только Тот Кто Тот Кому Открыто Сердце Человека Знает Что У Него Там Внутри Кому Это Действительно Не Надо И Деяния Такие Они Настоящие Истины Исходят С глубины Его Сердца То Ли Это Показное То Ли Там Сердце Что Там Написано Как Тут Сказано Он Не Захочет Никаких Титулов И Званий Не Зовите Меня Раввинов Откажется От Любых Знаков Величия Не Садите Меня На Первые Рады А Сердце Его Говорит Груди Не Найти Подобного Мне В Мудрости И Скромности На всей Земле Я Самый Я Основной Сентральный Главный Однако Подобным Гордецам Хотя Они Изображают Себя Внешне Скромными Не Избежать Ловушек Без Всякого Намерения С Их Стороны Их Гордыня Прорвется Словно Пламя Меж Глиняных Черепков Как Говорили Об этом Мудрецы Медвараба О Притче О Доме Полном Соломы В Стенах Которые Были Дыры И Они Забивались В Них Со Временем Солома Стала Вылизать Наружу И Все Узнали Что Ею Полон Дом То Есть Был Дом Это Интересная Притча И Хозяева Дом Говорили У 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 Так Так Произошло Тут Что В Этом Доме Где Думали Что Есть Золотые Бриллианты Череселки Что Вдруг Стала Просовываться Солома Что Прояснилось Что Внутри Так И Человек Так И Здесь Эти Люди Не Смогут Постоянно Скрывать Свою Суть Даже Те Которые Два Вторых Типажа Которые Мы Разобрали Которые Скрывают Все Это Не Два Один Последний Первые Три Они Показывают Это Явно Очевидно Очень Тяжело Находиться В Обществе Этих Людей Но Четвертый Тип Он Скрытый Вообще Непонятно Не видно Кто Он Что Проявится Эти Люди Не Смогут Постоянно Скрывать Свою Суть И Их Дурные Мысли Проявятся В Поступках Даже Если Во Все Что Они Делают Они Демонстрируют Ненужное Смирение Лжевую Униженность Человек Неизбежно Проявляется Можно Конечно Дурить Одного Человека Много Времени Много Немного Времени Дурить Многих Людей Но Никогда Не Получится Нам Обдурить Всех Все Время Неизбежно Высокомерие Человека В той Иной Форме Оно Обязательно Проявится Давайте Только Чтобы Мы Успели Завершить Эту Тему Только Попробуем Пройти До Конца Того Что Нам Пишет Рамхал Найдутся Еще И Такие Гордыни Которых Остается Похоронено В сердце И Не Проявляется В поступках Ну Это Уже Чуть Чуть Ближе К Нам По Видиму Может Быть И Не К Нам Это То Что Страдает Все То То есть Ни в чем Не проявится Действительно Ни в чем Не проявится Но Они Думают О себе Что Они Великие Мадрецы Знающие Истинный Смысл Вещей И Лишь Немногие Равны Им В мудрости Поэтому Они Не обращая Внимания На чужие Слова Уверены Что Все Что Является Сложным Для их Понимания Не может Быть Простым И для Других Что Вы Понимаете Я Конечно Могу Вам Сказать Но Шансы Что Вы Поймете Немного Такого Человека Кто-то Меня Никто Не Понимает Вы Встречались С такими Людями Которых Никто Не Понимает И Речь Идет Про 15-летних 15-летних Никто Не Понимает По Той Причине Которую Мы Тут Упоминали Но Иногда Они Вырастают Им Уже 25 35 Уже 45 Каждый Человек Может Проверить Свою Инфантильность Его Уровень Согласно Простому Принципу Там Внутри Вы Еще Ходите С Ощущением Что Вас Никто Не Понимает Вы Одни Разбираетесь Одни Понимаете А Вас Никто Не Понимает Не Хорошо Поэтому Не Не Обращая Внимания На Чужие Слова Кто То Что Понимает Что Я Пойду На Лекцию Есть Люди Которые Никогда Никакой Совет Не У Кого Не Спросят Сколько Раз Они Уже До Конца Практически Муж И Жена Уже Добили Друг Друг Жена Уже Поняла Что Надо Обратиться К Третьему Лицу Может Кто Поможет Муж Ни в какую Кто Вообще Понимает На Прочти Книгу Я Напишу Лучше Гордецы У них Не важно Какую Мысль Они 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 Все Читают Они Будут Читать А Бог Они Читают Они Только Хотят Раскусить Методику Изложения Они Вообще Никогда 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 Не будет Искать Истину Люди Несчастны Они Будут Всегда Только Искать Кто Что А потом В конце Добавить Что Он Думает Поэтому Они Не обращают Внимание На Чужие Слова Они Никогда Захотят Учиться Гордец Никогда Ничему Не Обучится Он Сам Знает Как Налитый Стакан Туда Невозможно Ничего Налить Уверенный Что Все Что Является Сложным Для Их Понимания Не Может Быть Простыми Для Других И Наоборот Если Он Уже Это Понял То Все Должны Тут На Месте Понять Что Не Понимаешь Сам Он Все Делал Там Целую Неделю Это Решал Наконец-то Он Решил Наконец-то Дошло До Него Наконец-то Он Понял После Того Как Он Пятый Раз Это Объяснил Другому И И И И Он Кого Говорит Ну Режим На Месте Ну Это Легко Легко Ну Попробуй Попробуй А Тот Что Подсказывает Им Их Разум Настолько Ясно И Очевидно В их Глазах Что Они Не Придают Значения Мнения Отличаются От Их Собственно Вы Слышите Почему-то Время Не Так Быстро Лисе Отсюда Только Нам Начать Наше Занятие Это 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 Наконец-то Подобрались Как Положено То Есть Своё Мнение Оно Ясно Абсолютно Что Это Мнение Какое Правильное Истинное И Другого Не Может Быть Причем Это Настолько Ясно Очевидно Что Не Требует Доказатель Что Не Понимаешь Говорит Жена Мужем Муж Своему Другу Друг Другу Человечеству Или Ещё Кому Нибудь Нам Наши Мысли Они Всегда Кажутся Очень Убедительными Знать Аргументы Которые У нас Есть Они В принципе Должны Я Как Человек Ходит Вот Я Сейчас Только Им Скажу И Всё Изменится Вся Проблема Что Они Не Дали Мне Там Говорить Это Человек С этим Ходит Помню Когда Приехали Из Советского Союза То Там Было Много Проблем Ещё С Советским Союзом И Как Туда Вести Как Политика Должна Быть И Почему Там Не Выпускает Как Выпускает Помню Там Среди Ребят Надо Быть Там Была Конференция На Эту Тему Ощущение Было Такое Вот Только Надо Сказать Я Сейчас Скажу И Всё Изменится Вся Проблема Что Они Просто Меня Не Выслушали А Если Вы Выслушали То Всё Было Нормально Всё Изменилось Они Не Придают Значения Никакому Мнению Отличающихся От Их Собственных Почему Потому Что Их Мнение Разумно Ясно В Отличие От Всех Остальных Они Не Примут Ни От Кого Даже Если Оно Исходит От Великих Мудрецов Древних Или Современных Нет Кого Одно Занятие Упомянул Гаона Из Вильна Так Один Сидел Там Сидит Гаон 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 Болезнь Болезнь Которая Обходится Обществу Всему Человечеству В триллионы В триллионы В триллионы Долларов Надо Просто Знать Что Практически Все Проблемы Человечества Крутятся Вокруг Гордыни То Что Я скажу Времени Мало Но Это Очень Фундаментально Основно В чем Вся Проблема Основная Проблема Когда Человек Говорит Мысль Когда Он Хочет Чего То Добиться Он Делает Какое-то Деяние Он Настаивает На чем-то Какая Причина Всего Этого Я буду Голосовать За такую Парту У меня Такое Мнение По Такому Вопросу Откуда Все Это Исходит Знаете Где Вся Основная Проблема Не Потому Что Человек Не Должен Иметь Сво Мнение Он Должен Иметь Сво Мнение Вся Проблема Что Единственный Мотив Поступка Человека И порой Его Мысли Это Его Высокомерие В чем Во-первых Чтобы услышали Что у меня Есть мнение Во-вторых Чтобы оно Произошло Впечатление Третье Чтобы Меня Считали Человеком Умным Разумным Влиятельным Достойным Кем-то И чем-то Это Никогда Не относится К сути Он Вам Может Доказать О том Что Правы Правы А потом С тем Успехом Будет Доказывать Что Левые Правы Главное Чтобы Ему Дали Микрофон И он Будет Всех Убеждать У них Будет Аргументы Очень Убедительные И в ту И в другую Сторону И примеров Достаточно В этом мире Другими Словами У человека Нет Ничего По сути По сути Нету Не доходит Мнение Человека Предвзято Переходник Этот Заполнен Разум Есть Но там Заполнен Изнутри Кто этим Разумом Манипулирует Высокомение Полностью Манипулирует Разум И направляя Его Давать Ответы Где Всего лишь Навсего Даст ему Ощущение Я кто-то Я что-то Я Я человек Необыкновенный Я человек Достойный Все вокруг В том Ты проделаешь Что все вокруг Этого Вертится И это 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 болезнь Человечества Из-за которого Все войны Недоразумения Это упало В экономике Это поднялось В экономике Мы движем И только чтобы Все увидели Что я крутой Это одно единственное А для чего тебе Вот то что ты Все делаешь Для чего Ну чтобы Все видели Что все знали Что добился Ну и что дальше А что дальше Нет ничего дальше Это слепое чувство Слепое Слепое чувство Желание быть Кем-то Чем-то На всех смотреть Сверху вниз Что человек хочет В первую очередь Забрался он на бугорок Что теперь хочет Плюнуть вниз Вообще хочется Кого-то обозвать Сразу чувствовать себя Нормально Все вокруг кто Глупцы Есть еще много Других слов Синонимы И пошел Чувствовать себя Хорошо Нормально Он кем-то На уровне Все вокруг этого Вертис Это есть гаова Это есть гаова Это есть гаова Вот это порождение Только закончим Что нам говорит Люцата Вот это порождение Гордыни Отбрасывающий Разум назад И углупляющий Даже мудрых Решающих сердце Величайших из них И даже ученики Которые уже Не трудились Еще не трудились Достаточно Едва приоткрыв глаза Уже считают Себя равными Мудрым Из мудрых Не успели Прийти в Вишиву Только после того Как прошли Три первые строчки Они уже Есть мнение По этому поводу Уже исполнения Поэтому уже Все разбирается Уже все Стало ясно И понятно Обо всем этом Сказано Омерзителем Господу Всякий Гордый Сердцем Это то что Сказано Притчах Соломонов Омерзительным Господу Всякий Гордый Сердцем И от всего Этого Должен избавиться Каждый Кто стремится К чистоте Он должен Осознать И понять Что гордыня Это просто Слепота Когда разум Человека Не видит Своих недостатков И не знает Своей ничтожности Ведь Человек Обладающий Этим Высокомерием Это самый Несчастный Человек Все вокруг Него Видят Это А он Один Единственный Который Себя Не видит И не замечает Как он Ведет Просто Слепец Если бы Он мог Увидеть Если бы Только Знал Истину То бежал Б от этих Дурных И пагубных Вещей Как можно Дальше Мы еще Поговорим Об этом С Божьей Помощью Когда Дойдем В конце Слов То есть Мы найдем С вами Когда-то До Главы Где будет Смирение Понятие Разбираться Там это Подробнее Мы будем Это обсуждать А пока Единственное Что время Наше Закончилось К сожалению И мы Остановимся Тут Хотя эту Тему Мы явно Не исчерпали Нам осталось Выяснить По крайней мере Необходимый Вопрос Так что Человек Голос Себя Настолько Принесить Он уже Действительно Никто И ничто Или все-таки Человек Это хоть Чуть-чуть Звучит Гордо Ну Взрат Ашем На эту Тему Продолжим В следующий раз Всего доброго Привет Из Руссалима